Пантонный мост Лечение проходит впервые в истории современной России. Пантонеры буквально стягивают берега замерзшей реки, стыкуя сегменты моста один к другому. Уникальную операцию проводят в обстановке, приближенной к боевой. Бойцы действуют в полной выкладке. Новейшее обмундирование защищает пантонера не только от воды, но и от попадания пуль и даже осколков снарядов. Сюда входят водозащитные брюки, бронежилет, корсар МП и теплая куртка. Ну а это главное орудие пантонера, рычаг. С помощью него можно не только лед проверять на прочность, но и сцеплять звенья понтонной переправы. Давайте сейчас это и сделаем. Вот так. Ширина оки в этом месте 140 метров. Для наведения переправы нужно 17 звеньев современного понтонного парка ПП-2005. Россия лидер в производстве таких наплавных мостов. Их эксплуатирует армия десятков стран. И все же наведение переправы зимой требует особого мастерства. Ни разу никто этого из нас не делал. Офицеры, прежде всего, тоже получили свой опыт в руководстве. Это бесценный опыт. Суставные части этого на деле простого механизма. Бережно выкатывают налеты, сбрасывают с разных сторон, последовательно закрепляют кроссы и поворачивают, чтобы отцентровать. Только потом, словно удочкой, тянут лебедкой к противоположному берегу. Суноба выравнивают, после чего, наконец, стыкуют. И так, раз за разом, звено за звено. Тяжелую бронетехнику нельзя сразу пустить по уже готовой конструкции. Многотонные машины попросту раздавят все механизмы понтонов. Звенья могут элементарно лопнуть в тисках между глыбами льда и гусеницами громоздких машин. Приходит время минерам предъявить свой точный расчет, чтобы конструкция встала на воду. Саперы проделывают во льду 280 отверстий по 140 с каждой стороны моста. Пятиметрового отступа от конструкции должно хватить, чтобы обеспечить ее сохранность. Ну а величина каждого такого заряда для каждой конкретной лунки определяется каждый раз индивидуально, в зависимости от толщины льда в этом месте. Теперь огромная прорубь, а точнее майна, готова. Эта искусственно созданная полыня не даст понтонам деформироваться. Элегантная конструкция, наконец, на своем месте. Ее по праву можно называть именно плавучим мостом. Теперь самое время форсировать водную преграду, открыв огонь на упреждение по условному противнику. Сергей Тюрин, Дмитрий Шкидин и Артемий Дюнзе. Телеканал «Звезда» Владимирская область. Телеканал «Звезда» Владимирская область.